Судебная практика по L1 LEC Наконец-то была оглашена результивная часть апелляционного определения по делу о взыскании денежных средств с L1 LEC. Изначально покупатель квартиры в 2008 году заключил договор с компанией LEC, однако квартиры не дождался. Покупатель ввел длительную переписку с компанией, которая не принесла результатов. В декабре 2014 года дольщикам было направлено требование о возврате денежных средств в связи с отказом от договора. Далее был подан иск в суд. Требования дольщика были основаны на обзоре практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Утверждено Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 2013 года. Квалификация предварительного договора как договора участия в долевом строительстве была выгодна для стороны ИСЦА в связи с положениями законодательства о прекращении срока действия предварительного договора. Статья 424 ГК. Данную ситуацию мы уже освещали ранее в нашей публикации срок действия предварительного договора купли-продажи. В ходе судебного разбирательства денежные средства, внесенные дольщиком по предварительному договору купли-продажи, были компанией возвращены до вынесения решения суда. Таким образом, ответчик уменьшил сумму взыскания, а значит и размер возможного штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. В силу статьи 13 Закона о защите прав потребителей. Смолинский районный суд Санкт-Петербурга исковые требования удовлетворил частично. Взысканы расходы по оплате государственной пошлины, исковые требования о взыскании неустойки и штрафа оставлены без удовлетворения. Далее мы пошли в апелляцию. Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда решение суда первой инстанции отменено в части отказа взыскания штрафа соответчика, взыскан штраф на основании статьи 13 Закона о защите прав потребителей в размере 200 тысяч рублей. В остальной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменения. Удовлетворение требований в таком размере было воспринято как издевка, поскольку ожидание квартиры длилось около 7 лет. И на этот срок была передана существенная денежная сумма. Даже государственная пошлина за обращение в суд составила 60 тысяч рублей. А это максимальная государственная пошлина для судов общей юрисдикции. Схема реализации жилья выглядела как заключение предварительного договора купли-продажи между покупателем и инвестором. В свою очередь инвестор имел договор с застройщиком. Именно это и сыграло основную роль при принятии впоследствии судебных актов в Санкт-Петербурге. Такой инвестор в судах заявлял, что он не является застройщиком, так как разрешение на строительство выдано не на него, а на другую компанию. Иными словами, продавец прикидывался партнером застройщика. Аргументы о том, что согласно закону об участии в долевом строительстве только застройщик имеет право привлекать денежные средства, тогда не помогли судам дать правильную оценку правоотношений дольщика и компании. Последующее обращение в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда принесло свои результаты. Жалобе был дан ход, вскоре Верховный суд запросил судебное дело в Москву. Верховный суд в своем определении 78 КП 6.13 от 10 мая 2016 года дал оценку происходящему в нашем деле, а именно, принимая во внимание, что заключенная между сторонами сделка, поименованная как предварительный договор купли-продажи квартиры, с учетом сложившихся отношений фактически представляет собой договор участия в долевом строительстве, и его заключение состоялось после 1 апреля 2005 года, поэтому вывод судов первой и апелляционной инстанции о том, что закон об участии в долевом строительстве не распространяется на отношения, возникшие между истцом и ответчиком, нельзя признать правильно. Более подробно данная тема описана в нашей публикации «Л1. Я не застройщик, я партнер». Таким образом, Верховный суд высказал свое мнение по поводу партнерства с застройщиком с целью исключения применения норм закона об участии в долевом строительстве номер 214 ФЗ. Фактически, данное определение может быть использовано при разрешении аналогичных дел с застройщиками. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok